Богдан Долинца, авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора, подключается к нашему эфиру. Обсудим мы, конечно, с ним не здоровье, Лукашенко. Здравствуйте, Богдан, рад вас видеть. Здравствуйте. Давайте обсудим с вами вот эти все-таки сакральные F-16, о которых мы говорим уже не первый год. Ни Нидерланды, ни Киев не планируют раскрывать сроки, когда F-16 попадут в Украину. Об этом сообщают Минобороны Нидерландов. Значит, что сказал министр Нидерландов? Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении предпринимаются важные шаги. Ну, как-то вот все очень размыто. Вроде как, с одной стороны, не надо нам знать сроков, когда F-16 появится, но, с другой стороны, нам очень хочется понимать все-таки, когда это произойдет хоть примерно. Что вы об этом можете рассказать? Ну, смотрите, в первую очередь, мы должны понимать, что политические процессы, вопросы, связанные с передачей, уже фактически закрыты. И мы видели информацию о том, что необходимые все разрешения уже были получены. Бюрократические процессы, в принципе, тоже. Потому что, если говорить именно о согласовании передачи товаров военного назначения, то, насколько мне известно, как раз несколько недель тому было официально подтверждено, что все разрешения уже были получены и соответствующие переданы необходимым органам. Фактически остается только несколько важных составляющих. Это подготовка, фактически, человеческого капитала, или так называемый, подготовка наземных служб, подготовка летного состава. В принципе, насколько мы понимаем, оно или уже завершилось, или, по крайней мере, если продолжается, то речь идет уже о финальных каких-то этапах такой подготовки. Вторая важная составляющая – это инфраструктурная. Мы понимаем, что за то время, которое было, это уже более полутора года, было достаточно времени для создания инфраструктуры, в том числе для передачи необходимых запасных частей, создания и перевозки необходимых оборудования эксплуатационного, которое требуется для поддержки летной пригодности самолетов и для разворачивания таких мастерских и, в том числе, необходимых средств, где будут базироваться самолеты, где они будут проходить техническое обслуживание, где они будут, условно говоря, загружать боекомплект. Фактически остается последний этап – это так называемое обеспечение безопасности этих бортов и непосредственно их передислокация. И вот тут мы видим, что, в принципе, последние недели достаточно активно Российская Федерация осуществляет массированные удары, в том числе и по авиационной инфраструктуре. За последние два месяца многие ключевые украинские аэродромы, они фактически чуть не каждую неделю были целью врага. Это говорит о том, что враг или видит в этих аэродромах возможность для будущего разворачивания в 16-х, или, в том числе, видит какие-то признаки того, что эти аэродромы могут использоваться как называемые аэродромы подскоков. Фактически, если даже эти самолеты будут базироваться в тыловых аэропортах и аэродромах, которые будут в отдаленности от вражеских вооружений, все равно необходимо будет где-то временно осуществлять посадку для дозаправки и загрузки боекомплекта. Потому что радиус действия в 16-х состоит порядка 500 километров. Хорошо. Вот опять-таки читаю заявление из Белого дома. США добились значительного прогресса как раз в подготовке украинских пилотов на М-16 истребителях. Будет на этой неделе новое заявление по этому поводу. А скажите, пожалуйста, Богдан, вот я просто помню, как-то месяца полтора-два назад говорили, что очень тяжело обойти время, потому что законтрактировано много пилотов как раз из других стран в Соединенных Штатах Америки. И якобы невозможно разорвать с ними контракты и раньше начать обучать украинских пилотов. Эта проблема решена? Ведь это кажется довольно странным аргументом, когда идет война на выживание одной из стран. Ну, смотрите, на самом деле всегда можно найти какие-то решения. Если решения не находятся, то они, наверное, лежат не в организационной плоскости, а, скорее всего, в политической. Вот. Если говорить о подготовке пилотов, то мы должны понимать, что те учебные центры, которые есть, они имеют все-таки определенные ограничения пропускной способности. Это означает, что они могут готовить или только украинских пилотов, тогда другие страны фактически останутся без центров для подготовки, или готовить и украинских пилотов, и иностранных. Но мы должны понимать, что учебный центр имеет программу подготовки, которая, как правило, может составлять от шести месяцев, это для переподготовки, и, как правило, от одного до двух лет, это для фактически полного цикла подготовки. Центр способен одновременно обучать, на самом деле, небольшое количество пилотов. Оно, как правило, составляет от десяти-двенадцати до, как правило, порядка сорока-пятидесяти, и это считается очень большим центром. Потому что есть ограничения не только с точки зрения самих аудиторий, где проводить, а есть ограничения по количеству инструкторов, которые могут с этим пилотом выполнять технические полеты, выполнять инструментальные полеты, потом полеты в тренажерах, и только на последнем этапе появляются новые ограничения. Это не только полет с пилотом-инструктором, это в том числе и наличие фактически учебного самолета, на котором можно эти необходимые налет-часов получать. В какой момент мы поймем, что происходит какая-то красная линия с передачей этих самолетов? Вот я читаю статью New York Times сейчас за 11 марта этого года. Мы ее тоже в эфире обсуждали, я вот это прям очень хорошо помню. Что обещали? Дании, Нидерланды, Норвегия, Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что это достаточно для трех небольших эскадрильей. Дании отправят первые 6 самолетов, F-16 в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года, и 6 истребителей мы должны получить к июлю. Вот у нас июль как бы полным ходом, F-16 нет. Вот все-таки вы видите какую-то проблему, вот вы говорите, что политическое решение есть. Может еще есть какая-то проблема у появления этих самолетов? И как-то вот все сроки смещаются и смещаются. Вам это не кажется странным? Ну, смотрите, ключевое все-таки это будет так называемый Туан, войны никто не отменял. Поэтому эти самолеты должны появиться в самый неожиданный для россиян момент, в первую очередь. Во вторую очередь, в первые дни своего появления, от них будет ожидать очень больших каких-то успешных полетов. Поэтому, скорее всего, мы должны понимать, что и сами наши вооруженные силы, они готовятся к появлению самолета, и в том числе мы должны понимать, что враг тоже не дремлет, он усилит свою систему противовоздушной обороны. Это в том числе создастся определенные сложности для работы этих самолетов. И ожидать о том, что появление в 16-х даже, вот мы видим, речь, скорее всего, будет идти о появлении хотя бы первой эскадрильи. Это порядка от 12 до 20 самолетов. И, скорее всего, в нынешних условиях они уже не смогут стать так называемым геймченджером, потому что система противовоздушной обороны Российской Федерации достаточно усилилась, в том числе на границе с Украиной, не только на линии фронта. И мы видим, что россияне продолжают снимать свои комплексы противовоздушной обороны с Дальнего Востока, с Азиатской части России, и вести их в центральную и западную части Российской Федерации, что говорит в том числе о усилении их системы и создании дополнительных сложностей для работы украинской авиации. Вот хотел с вами поговорить о как раз российском ПВО и то, что происходит сейчас там с нефтебазами. Опять активно вооруженные силы Украины атакуют юг Российской Федерации, военные объекты, военную инфраструктуру, естественно. Вот, например, этой ночью ударили по нефтебазе в городе Калач на Дону, это Волгоградская область. На месте вспыхнула как раз, если я не ошибаюсь, нефтебаза, цистерна с горючим, предварительно по хлебзаводу, где находилось как раз у них военное производство. Ну, короче говоря, Российская Федерация не может активно защитить свои регионы при граничах. Скажите, они как бы их вообще уводят за скобки и все для фронта, так сказать, чтобы самое главное свои позиции на территории Украины сохранить или нет? Или они что-то делают с этим всем? Потому что вот, опять-таки, над Воронежской тоже летели беспилотники, Астраханская, Ростовская, Курская, Белгородская, в том числе взрывы, но это уже к беспилотникам не относится, были возле больницы, в которой как раз лечат российских военных этой ночью. Вот расскажите, что у них с обеспечением безопасности при граничах сейчас? Ну, смотри, в первую очередь мы должны понимать, что система противовоздушной обороны на сегодняшний день достаточно сильно насыщена именно со стороны Российской Федерации. Это касается как линии фронта, так и непосредственно приграничных территорий с Украиной. С другой стороны, все-таки эта система, как правило, типа С-300, С-400, которые не являются высокоэффективными именно против беспилотников. Потому что, если мы говорим о беспилотниках, то это достаточно небольшие летающие объекты. Они имеют небольшое отражающее свойство, часто используют радиопрозрачные материалы. И как раз эти комплексы С-300, С-400, они еще фактически на советской базе. Они разработаны для противодействия крылатым ракетам, большим самолетам. И они достаточно низкоэффективны против небольших летающих объектов, и в том числе объектов, которые летят на малой высоте, это порядка ниже 150-200 метров. Такие объекты для российской сегодняшней ПВО, они достаточно сложные, и практически она их не может сбивать. Для этого у них есть так называемый панцирь С, но этих панцирей до полномасштабного вторжения было чуть больше 100 единиц. И производство, оно тоже там не было таким большим. Речь шла о производстве до десятка единиц в год. Мы понимаем, что часть этих машин уничтожается на фронте. И в том числе они не продемонстрировали высокую эффективность против беспилотников. Поэтому тут в первую очередь вещь идет о том, что та технологическая база, которую использует Российская Федерация, она напрямую зависит от западных комплектующих, и даже с ними они не способны эффективно противодействовать дроном. Богдан, завершающий вопрос, если можно коротко. Я слышал о том, что вариантом, как себя обезопасить сейчас от российских обстрелов, является уничтожение российских разведывательных беспилотников. И сейчас мы над этим активно работаем. То ли наши дроны могут их сбивать, потому что для ПВО это слишком маленькие цели, либо как-то креативить и, не знаю, запускать самолеты гражданской авиации, которые могут их обстреливать чуть ли не из пулеметов. Расскажите, что вы об этом думаете? Реально ли нам реализовать какую-то стратегию по уничтожению именно российской разведки в небе? Ну, смотрите, мы видим, что первым этапом это было усиление так называемой систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Но обе стороны, они улучшали свою технику. На сегодняшний день достаточно сложно системам МИРЭП противодействовать беспилотникам. Поэтому мы видим, что все-таки снова возвращаются так называемые классические методы. Это кинетическое уничтожение тех или иных дронов. В нынешних условиях мы должны понимать, что ключевая задача – это как раз стоимость уничтожения. Она не должна превышать непосредственно допустимых размеров. В том числе должна быть ниже в идеале, чем стоимость самого вражеского дрона. Иначе экономически это стоит нецелесообразно. Поэтому появление как раз таких креативных способов – это один из попыток найти нормальный, адекватный ответ для дешевого уничтожения различных дронов. Но, скорее всего, мы увидим в ближайшие полгода-год появление новых систем. И вот то, что дроны, которые охотники по уничтожению других дронов, мне кажется, это будущее, которое нас ждет в ближайшее время. Это достаточно дешевый, эффективный метод. Он позволяет уничтожать дроны на большой высоте, на высоте даже около 2 километров. Потому что до этого, например, противодействие шахедам и другим дронам, оно производилось на высотах до порядка 500 метров. На сегодняшний день вражеские дроны могут летать на высотах 2 и больше километров, что является практически невозможным для их уничтожения с наземных зенитных установок. Спасибо вам большое, Богдан, за то, что поделили свое мнение в эфире. Богдан Долинцы, авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора, был в эфире «Фридема». Спасибо. В телеграм-канале «Фридем» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.